Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить Call of Duty, первую замечательную, незаменимую. И на самом деле, я посмотрела, я по-моему чуть-чуть ошиблась в нумерации серии, потому что из-за того, что первая серия у меня была поделена на два кусачка, я их так и назвала первая колда и вторая колда. И далее, при названии серий, видимо отталкивалась от этого, и в общем вторая серия у меня получилась, третья и так далее, и так далее, и получается, что седьмая серия была не серией про дамбу, седьмая серия была серией про чертов аэродром. И вы скорее всего, ну естественно вы это уже знаете, а я-то только сейчас это увидела, и это по-моему еще более символично, потому что чертов аэродром. Если я сейчас опять не фейлю и не ошибаюсь в нумерации. Короче, это я, это не важно. Фоули. Прошу прощения. Он на меня среагировал. Да, снова Фоули, и мы снова... Мы снова Мартин, я так понимаю. Мой красавчик Фоули. Главное, бежать и не подорваться. Всего-то, да? Хорошая, кстати, миссия, очень интересная. Хотя, господи, здесь есть вообще неинтересные миссии. Слушай, нет. Какие глупости я несу. Женичная, заткнись уже. Иди, беги вперед. Я помню, мне как-то тут не очень повезло. И вот, да, меня вот примерно вот так подорвало. Не то чтобы очень сильное, но... Был дело. Вот, 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 вот. Я накаркала. Контузило. Нужно держаться поближе к деревьям. Потому что в деревьях эти придурки не стреляют. Они их щадят, по всей видимости. В отличие от людей. Аптечка, отлично. Ну что? Шевелитесь! Шитарь или что? Здесь знаешь, какое эхо должно быть? Это же лес. Почти. О, бункеры скоро будут. Ну, что скажете? Вы мне предлагаете туда идти? Степитесь? Твою мать! Здесь лучше сверху заходить, по-моему. По-моему, я раньше так и делала. Аж подавилась, блин. Нехорошие вы люди. Балдем. Я, по-моему, из-за того камня стреляла раньше. Ну, попробуем сейчас по-другому. Не, ползу-ка к камням все-таки. Мне так будет спокойней. Упс. Почему я всегда все делаю? Офигеть, вход в рай. Не иначе. А, не, типа... Он прополз, все норм. Можно идти. Какие вы... Опа, какая... Ой, как ты в меня попадаешь-то? Придурок. Гранаты, да. Он самый. Все, пулемет свободен. Тихо. И твоя рожа фашистская. Черт, там бункер. Там все-все-все-всем плехи. Так. Вот там, кстати, не сидят уже на бункере. На бункере господчинец. Да, вы поняли. На автомате в бункере. Там свободно. Я прям вижу даже отсюда. О, че это было. Я тут не убива, там? Не, нормально. Я хочу сюда. Здесь наверняка есть аптечки. Есть родимые. Одна. Ты прям как из анимы, знаешь, только что пришел. А, лунная призма! А, ураган на огонь! Тихо, 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 тихо. Не надо мне кипешовать. Я так пьяна, ничего. А че я? Почему я? Почему по всему я? Почему, мать его, всегда я? Выгляни в окошко. Ой. Ушел. Выйди, пожалуйста. Ноги такие протянул. Ложись! Че, ложись-то. Сперва убива там всех. По мордатам. А потом я уже все буду собирать. Ладно? Не мои аптечки. Законные. Подозрительно тихо. Неважно. Мне можно тупить. Мне можно, потому что я на самом деле... Вот я как начала игру, так я играю. Ну, правда, с небольшими перерывами там начально покушать. Но, тем не менее. Сейчас уже довольно поздно. А я все равно играю, я чувствую. Я так и буду до конца играть, потому что что-то меня вообще вштырило. Очень давно не играла в эту игру. Реально, лет 11 в ней не играла. А по ощущениям, знаете, реально, как будто бы... Реально, реально, господи. Как будто бы меньше года прошло. Очень такие свежие, знаете, ощущения. Как будто бы меня тут... Особо долго и не ждали. Как будто бы я и не уходила. И воспоминания еще довольно свежие. И ощущения тоже. Приятно возвращаться домой. Так, у меня начинает все чесаться. Почему? Хотя, казалось бы, здесь ничего прямо такого страшного. Пойдем бачком. Если здесь есть тропка... Точнее, это не тропка, это тени, оказывается. А так похоже на тропки. Дебил. Здрасте. Угар. Не пугайте меня. Я уж думал, это враги бегут. Конечно, господи. Мартин у нас все делает же, правда? Чернорабочий просто, я не знаю. Сделай то, сделай это. Так, ну эти готовы. Их я еще снаружи оформила. Ты тоже у нас готов? Что вперед? Еще документы не взял. Не пугайте меня. Берем. О, два танка, блин. С дубу рухнула, что ли. Ай, не залезть, не залезть. Я не хочу к пушке, можно так? Ручную. Ага. Капитулируем, давайте. Минус. Он только выскочил. Мартин, там танки. Я не умею стрелять из панцерфауста. Давай, там танки. Вперед. Мартин, сана, одежда на тебя. Мы же ничего не вложим. Хорошо поработал с этими танками рядовой Мартин. Я еще рядовой? Свинство. Повысти меня до капитана, я веду с собой целый взвод. Ой. А, типа, задание закончено, а ничего, что в нем все оставались. Истинное значение мира, понимаешь, только благодаря войне. Мы знаем уже. Да и так-то знали. Вторая часть этого же задания, похоже, американцам, да? Удалось добыть расписание снабжений передвижной установки. V2, или, мне кажется, под названием B3-445. Теперь. Это что такое? Что это за цифра такая? Ну, в общем, вот она приказала нам... Асоя приказала нам уничтожить ее. Найти и уничтожить передвижную пусковую установку V2. Для дебилов написано печатными. В окрестностях Бюркштейнфюрта на северо-западе Германии. Нейтрализовать противовоздушную оборону, вмешавшись в усилия союзников обнаружить дополнительные пусковые установки. Противник статической обороны на территории операции. Неизвестно. Прошлые сообщения голландских сил сопротивления, действующих рядом с Гаагой, сразу вспоминется, Гаагой и Гуси, показывают присутствие на территории до пяти взводов, охраняющих передвижную установку V2. Первый запуск в сентябре 1944. Соя сообщает, что с того временем в направлении Лондона было запущено 900 V2. Состояние боевой готовности. Попытки союзников обнаружить и уничтожить эскорт V2 все время заканчиваются неудачей из-за непогоды и постоянных передислокаций противника. Скорее всего, враг не ожидает нападения. Зачеркнуто, значит, ожидает. Мы с сержантом Уотерсом сначала позаботимся о зенитках, а остальные заминируют дорогу рядом с пунктом сбора. Ввод войск будет произведен десантирование в 20.00 в 8 вечера, примерно в 12-18 милях к северу от цели. Но это на самом деле, знаете, 12-18 миль... Нормально так. Перехватить сопротивление. Ну, если 18 миль, то это около 21 километра или около того... Что-то такое. Перехватить сопротивление и уничтожить... Или 20... Ну, не важно. Перехватить сопротивление и... Сопровождение и уничтожить все противовоздушные установки по пути. Перегруппироваться и скоординировать атаку пусковой установки. Проследовать к начальному месту у голландско-немецкой границы. И там что-то написано... Но я не вижу. 7.00... Что-то там... Короче, что-то там написано. Брэкштайнфюрт. Мы двинемся на восток, уничтожая все цели. Затем, как и планировалось, мы соединимся с остальной частью группы. Разумеется, я обеспечу вам огневую поддержку пулеметом Брэна. О, ну спасибо. Отдыхай. Да какого херова ты присел? Двоих, да? Гад. Ползучий. Гильзы прям даже остаются. Нифига. До чего техника дошла? Где? Отхрамывает такой. Дебил. Ну, бывает, что. Другов тоже в армию берут. Прикройте меня! А меня кто прикроет? Прикройте, говорит, меня. С пулеметом такой бежит. Куда не пойму. Спокойно, уважаемый. Красота. Погодка-то фиговая. Ты еще и лысый! Что-то в армию пошел. Ни в коем случае не хочу обидеть лысых людей. Мне, кстати, нравятся лысые мужчины. Как это ни странно. Ну, если им лысина, конечно, идет. Если не идет, то она им рано или поздно начнет идти, потому что они приноровятся к ней. И лыси, например, норовятся к ним. Соответственно, они потрогаются. И все будет как надо. Тихо, а? А где этот котрот тут сидел? А, он уже помер. Ха-ха-ха. А че ты? Ой, так шея чесалась. Да так и заснул, да? Я иногда, кстати, сплю в такой позе. Ужасно. Отлично. Не-не-не, я не хочу этот автоматик менять. Как он? Подожди. Стэн. Хороший автомат. Ты крыла! Ермой не пролезай уже. Так, ну-ка, надо присесть. Оп-оп-оп. Здрасте. Ай, че ты бегаешь-то? Лежи, отдыхай. Наверняка патрулировал весь день, устал. Вот дороже, фашистка. А это? Ха-ха, это Уотерс. Ну, кто ж знал. Уотерс, ты мог бы быть отличным шпионом. Ты так похож на немца издалека. Вообще, конечно, я бы с той стороны пошла, если серьезно, но... Эва, ты что, слепой или глухой, или просто идиот? А ну-ка, шевелись. Давай, надо избавиться от этого. Не, вы видели это вообще? Мне цель туда показывает. Кто из нас слепой, глухой или просто идиот? Объясни мне. Вот так тебе за это. Не буду тебя прикрывать. Делай сам все. Придурочный. Мне цель показывает вот туда, видишь? Уничтожить противовоздушные пушки. Осталось две. Я иду туда. Какой наглый, блин, вообще. Хамло. Будет он меня прикрывать. Мало того, что ни хрена не прикрывает, я сама тут все делаю. Так еще и хамит мне. Ирод. Эти колено прострелю. Всю жизнь потом хромать будешь. А скажу, что производственная травма. Не, ну вообще, вы видели? Игра оскорбляет меня. Точнее, не игра, а какой-то маленький, вонючий непись. Я в возмущении просто. Где ты? Нам надо взорвать эту зенитку. Так я около нее стою. А ты в жопе мира где-то вот. Ненавижу тебя. Не, ну какой хама. Скотина. Нифига. Ребята, вы чего? Вот это сейчас не круто было. Ну ладно, хоть здесь сохранение было уже хорошо. Это все из-за того, что я на него разозлилась. Я потеряла контроль. Все это из-за тебя. Капнюк. Не, ну и вообще. Хам. Я не могу прям бесить. Какого фига он у меня оскорбляет? Это же все правильно делаю. Меня никогда здесь так не обижали. Ну в смысле, когда я все те 50 тысяч раз играла в эту игру, этот козел мне никогда таких вещей не говорил. Потому что я бегу в правильное место. Это он куда-то ушел. Ну. Булахастыка бы здоровья. Закотина проклятая. Тебя спасают деревья. Природа на твоей стороне. Потому что она понимает, что таких как ты и жалких. И сейчас нужно щадить. Дыхай. Кто-то там? Ну-ка, ну-ка. Подожди. Артиллерист кого? Да ты так унесся. Поддержки. Ты поддержка. Сиди и молчи вообще. Я тут главная сила. А ты поддержка. Поддержка не должна вонять. Поддержка должна поддерживать, а не оскорблять. Понял? Вот именно. Черт, я забыла, что если нажать вблизи, он начнет выполнять типа того какой-то непонятный приказ, который я ему якобы отду. Эти все гильзы твои, знаешь, куда я тебя засуну? Если будешь меня оскорблять. Вот именно туда и засуну. В то место, в котором ты обычно думаешь. Что ты дергаешься? Кто-то в меня попадает. Хромает такой. Недохромал. Поддержка. Ты что-то нифига не можешь, я смотрю, да? Без несчастного, тупого, глухого Эванса. Неугомонный-то какой. Ты что, поматерись мне тут? Ну что, вылезешь? Шесть пулек. О, у меня очень хорошая идея вот так вот идти. Выгидай вообще. Че, померли что ли? Ой, товарищ поддержка что-то соизволил сделать, ты посмотри. Господи, я припираюсь с игрой. Я тебе в лоб сейчас выстрелю. С этой... Ты у меня на мушке. Одно мое желание, и ты труп. Так что не воняй. Ей. Ну каков, а? Ненавижу тебя. Неплохая работа, Эванс. Чертовски удачно. Так и быстро крыло сделает. Да, в отличие от тебя. Боицы! Они как зайцы, блин, на холме. Я не могу. Реально, как зайцы. Такие головы торчат. Ой, не могу. Ох, каково время. Че, че, че. Да стреляла я че-то тут. Ну че, товарищ поддержка. Ладно. Сколько, по-моему, здесь должны быть... Да, аптечки. Зачем они мне? А, нет, у меня аптечка. Ошибочка. Ну шо поделать? 11 лет прошло, или сколько там? О, че, черт был. Оп, оп, оп. А вот и наши. Кеннеди. Здорово, ребята. Чертовски славные мины. Но у нас нет времени на болтовню. Надо идти на север и скорее разыскать эти Фау-2. Ну ладно, к делу. Вперед. Ну надо же. Он что-то советует. Путно сделать. Не огрызается. Ой, ладно. Забыли. Настоящие мужики долго обид не держат. Даже если это бабы. Хотела сказать на секунду. Где-то в душе я настоящий мужик. Но потом подумала, что это... Не совсем правильно. Напоминает сразу всякие Трансексуальные темки. Нет. Нет, я не такая. Я нормальная. Хотя, с другой стороны, почему? Вот люди считают, что если, например, ну, мужчина, да, считает себя женщиной, все, это ненормально. Ну кто сказал, что это ненормально? Где это написано? Не людьми. Которыми готовилась. Господи. То есть, мало ли, мы еще не все знаем. Все тайны, скажем так, мира всего. И откуда мы знаем? Может быть, так действительно бывает. Да? Ну так, если пора скинуть мозгами. Все-таки, если вот чуть-чуть пофантазировать на тему души, не вообще, то как бы душа-то может быть одна, а вот как там природа распорядится, твое тулово сделать, это совсем другое. Ну, конечно, это редкие такие случаи, поэтому вот так вот знаете, восприниматься, ну что, вот здесь вот природа правильно все сделала, а тут ошиблась? Ну, я не считаю, что это вот прям что-то вроде ошибки. Ну, просто так случается. Я не понимаю, почему людей в этом случае пытаются как-то, знаете, убедить в том, что они считают себя не тем, кем они являются. Это вообще бред. Мне кажется, человеку изнутри все-таки как-то повиднее будет. И лезть... Да нет, мы лучше знаем, ты просто ошибаешься. Это вообще неправильно, некрасиво, неэтично и нетактично, и вообще не надо так делать. Я, например, училась с мальчиком, который считал себя девочкой, и он как раз нашел в себе, скажем так, силы, я вообще не представляю, я бы, наверное, не смогла во время учебы скажем так, проявить свою женскую натуру, то есть начинал чуть-чуть краситься, чуть-чуть совсем ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть красился, потом в итоге просил называть его другим именем, женским. Ну, то есть было такое. Потом в какой-то момент я уже как-то, помню, наткнулась на его страницу, он там уже именно в одежде был женской и вроде как даже готовился к операции по смене пола. Ну, что-то такое вроде как было. Не знаю точно. И причем самое интересное у этого человека даже был молодой человек, ну, то есть у этой девушки в мужском теле был молодой человек. мне вот интересно как бы чисто ради любопытства, потому что я с таким никогда не сталкивалась, мне просто интересно, а кем тогда был как бы именно вот этот парень по ориентации. Просто все-таки, наверное, не каждый обычный парень, я бы даже, наверное, сказала, наверное, никакой не стал бы встречаться с человеком, с мужчиной, который считает себя женщиной, пока он в мужском теле. Наверное, это как-то, ну, сами понимаете, да? Бункер, хорошо. Просто с другой стороны, если этот парень был геем, этот мальчик, который девочка, он же считал себя женщиной и планировал ей стать, то как бы как? Получается, наверное, бисексуальность тут имела вместо быть. В общем, не знаю, это все довольно любопытно. Ну, я к тому, что есть такое и судить таких людей по себе не стоит. Твою мать. Дебилы. Они все сейчас убьют. Ой. Скотина, затык его просто. Ой. Ай, черт, не успела. Ну, ладно. Заболталась что-то я. Ладно, неважно. Просто поразмышляла на тему, что-то зацепилась языком. Простите меня, если кому-то было неприятно об этом слышать. Потому что есть люди, которым просто неприятно такие темы затрагивать. В принципе, я тоже стараюсь так не делать, но что-то сейчас понесло меня. Тихо. Скажите, дверь. так, тихо. Шо, левый фланг? Ничего не знаю про левый фланг. Пошел. Еще кто-нибудь? Туман нифига не видно. Так, ладно, перезарядюсь. Я, кстати, вспомнила, что, по-моему, я как раз вот таким путем раньше шла. Не сразу туда ломилась, а именно вот так, потому что здесь этот пулемет, его надо застолбить, так сказать. подожди. Боже, что ты пугаешь меня? Ух ты, нифига не наш. Это не наш, да? Там вон кто-то был. Откуда? Ага. Я тебя видела, вот гадывай еще раз. Пошел. Пойду-ка сверху. Эй, тихо, тихо. Да прыгай. Нет, нельзя, не дают, сволочи. Ероды. Оп, 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 тихо, что? С ума сошел, что ли? Ну, смотри, думал, это он стоит, а это ящики эти дурные. Так, здесь все померли, понятно. Инта радует меня. Так, как бы так. Сперва, что вы говорите? Тихо, тихо, господи, что-то я занервничала, аж замолчала. Лучше просто их зачистить, сперва с этой стороны, потом с той, чтобы все было аккуратненько. Тихо, тихо. Все? Или еще пойдут? Наверное, еще зайдут, да? Вы видели это? Головянка такая. И сам себя потом... Дурачок. Дурячок, дуряшка, просто. Даже жалко. Дурака. Тихо, тихо, тихо. Тихо, Умер? Непонятно. Так, без таблетики заканчиваются. Фиговенько. Ладно, пойдет и так. Доберем на, на ходу. А мне стенд этот понравился. Так-то. Удобненький. И прицел интересный. Тихо. Э, хватит уже. Ах, слушайте, а мне сюда и надо-то было так-то. Так что, не зря сюда пошла. Тут, думаю, что-то локация знакомая. Более знакомая такая. Не просто такая рядовая, а какая-то очень примечательная, скажем так. Так, ладенькая. Опа. Немец инфейсен. Ох уж эти. Я бы сказал лабиринты, но это не совсем так. Поэтому нет, не лабиринты. Переплетение. Меня будут встречать? Вообще, по идее, они должны. Но что-то пока нет. Где этот выход-то? Господи. Я заблудилась. Он же где-то тут был. Господи, где выход-то? Че-то реально подзаблудилась. Выпустите меня, лыж! А, он. Даже он? Это он. Хорошо. Замуровали демоны. Ну так давай, вперед. Мог бы заложить, между прочим. А че я-то? Я уже все сделала. Хватит. Давай. Ты у нас поддержка. Вперед. Куда он вылезает? Че-то главное на мине не подорваться. О, пускай нет. А отстреливаться я рискну. Только рискну с сохранением. Спокойний. Спокойный. Уу! Уу! Обалденно, что ли? А теперь северный бункер. Быстро. так иди господи к сути останавливает северный бункер смысле вот этот там там мины и я не хочу туда а почему всегда все я и не хочу туда идти я там обижают незды и фашисты меня тут бьет вода найдите впередом я не хочу туда идти дыхай друзья твой тут нету так подожди мы что-то вроде как-то мельком были нет он же ноги протянутые кем-то все же все же держишь под контролем же откуда этот тогда вы взялся который выскочил кто его сюда звал а нам просто уйти отсюда надо точно история не будет ко мне благосклонна ибо я намереваюсь и и писать выльстон черчилль ей товарищи пошел прошло почти три года после того как мы дали отпор немцам в сталинграде и начали долгий поход к берлину по всей территории вашей родины нашей точнее родины мы наблюдали бесчисленные примеры разрушения и страданий причиненное причиненных фашистами теперь их столица разрушена а их армия в смятении остается только одна цель начале штурма берлина различными дивизиями были розданы девять красных знамен знамен победы которые следует развесить над рейхстагом наша 150 стрелковая дивизия имеет честь также получить одной из знамен 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 господи я уже не совражаю немецким защитникам нечего терять и они будут воевать до последнего сделайте все возможное чтобы победить их мы должны поднять наше знамя на крышу любой ценой очень скоро мы начнем атаку и одержим полную победу во имя нашей родины майор гришин 150 стрелковая дивизия 3 ударная армия и как вы понимаете финальный серий будет завтра или послезавтра посмотрим в зависимости от того как я решил выставлять это прохождение но да я думаю на тот момент когда вы смотрите вы уже примерно понимаете когда ждать эту серию то есть следующую и она станет уже заключительной потому что да осталось только повесить флаг победы наше знамя на крышу рейхстага и все и мы победим и закончится вторая мировая война и мы будем счастливы вот и закончится прохождение и я буду тоже счастлива потому что я снова прикоснулась к этой замечательной игре и прошла ее спустя хрен знает сколько лет но это все будет в следующей серии надеюсь что эта серия вам понравилась если это так обязательно поставьте пальчик свой большой вверх можете конечно маленький но лучше большой в любом случае вверх и оставляйте комментарии наверняка вам есть что сказать по поводу этой игры и по поводу миссии которую мы с вами сегодня прошли и в общем то не забывайте про группу нашу вконтакте там у нас интересно бывает а еще там новости бывают вот в общем с вами была 7 увидимся в заключительной серии всем удачи пока пока